Утром 25 июня жители одного из сел региона Самогрелло решились на самосуд. Всем селом они подожгли дом отца и сына, которых прокуратура Грузии обвиняет в изнасиловании ребенка. Привет, меня зовут Хатуна, это Сова Блок, Сова Независимый, голос о Грузии на русском языке. Мы вещаем из Белиси. Так горел дом, где жили два педофила. 65-летний отец и его 35-летний сын, которым сегодня грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. По данным МВД Грузии, в течение двух лет они систематически насиловали соседскую девочку. Рассказать о происходящем родителям она боялась, мужчины угрожали расправой. Открыться маме решилось только после того, как начались сильные боли. Мать заявила в полицию. Потом выяснилось, что девочка не первая жертва. С 2020 года по 21 июня 2021 года БГ и ЗГ, воспользовавшись беспомощностью жертвы в силу ее возраста, несколько раз изнасиловали 8-летнюю девочку. Также было установлено, что 21 января 2018 года ЗГ, воспользовавшись беспомощностью потерпевшей в силу ее возраста, совершил еще один акт насилия сексуального характера в отношении 9-летней девочки. БГ и ЗГ угрожали убить пострадавших несовершеннолетних, если они кому-либо расскажут о случившемся. Как оказалось, мужчины приходили с ребенку некровной роднёй. Оба женаты воспитывают детей, внуков, ровесников, жертвы. Насилие над девочкой началось, когда ей было 6 и осуществлялось при любом удобном случае. После задержания мужчин из села выдворили их семью, а полиция из-за поступавших угроз начала охранять дом. На кадрах, показанных в СМИ, видно, что правоохранители не препятствуют от суд жертвы, который поднимается на второй этаж, разливает горючее и поджигает здание. В последние месяцы сообщения о сексуальных притеснениях детей стали появляться с раздражающей регулярностью. В феврале страну потрясло самоубийство 14-летней Нани Цецхладзе. Ее обнаружили повешенной в собственном дворе. В марте была информация о 13-летней роженнице из горийского муниципалитета, которую на протяжении длительного времени насиловал односельчанин. Восьмилетний мальчик из Кахетти, над которым дважды надругался подросток. И шестилетняя девочка из Эмиретти, которой приставал пенсионер. В традиционном грузинском обществе принято утаивать вещи, которые могут стать пятном на репутации семьи, рода, села, города, нации. Уверена, что за освещение этой новости на русском языке мне тоже достанется. Именно такое отношение становится причиной замалчивания многих проблем. Жертвы сексуальных притеснений не обращаются в полицию, потому что стыдно и страшно. И здесь система упирается в очередной тупик. В аппарате народного защитника Грузии уже много лет говорят о неэффективности государства в вопросах превенции и реагирования на случаи сексуального насилия. На данный момент на базе государственного агентства опеки в каждом регионе работает лишь один психолог, из-за чего своевременное и нужное реагирование на каждый случай невозможно. Также проведение эффективных мероприятий по каждому факту насилия затрудняется из-за числа соцработников, условий их работы и доступности ресурсов. Число профессионалов, работающих по делам сексуального насилия, значительно меньше, чем это необходимо. В марте в Грузии прошел марш тысячи родителей, которые, среди прочего, призывали власти увеличить количество психологов и соцработников, а также сделать половое воспитание частью системы образования, чтобы дети могли идентифицировать и впоследствии защитить себя от сексуального насилия. Согласно аппарату народного защитника, в 2020 году МВД Грузии начало 254 расследования по фактам сексуального насилия и сексуальной эксплуатации детей. Специалисты считают, что официальную статистику нужно умножать на 10, чтобы получить реальную картину происходящего. В чем причина подобных случаев? Почему ни государство, ни общество, ни семьи не оказались готовы защищать детей? Очевидно, что проблема в нас самих. Мы готовы злиться на моральных уродов, с удовольствием наблюдая за полыхающим домом и в глубине души жалея, что в нем не оказались насильники, забывая о христианской морали, которой апеллируем каждый удобный момент. Но что мы делаем, чтобы предотвратить подобное? Вы смотрели Сова-блог. Не забудьте оставить комментарий и поддержать нас лайком. До следующих выпусков.